Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас для вас необычная история. И вначале я хочу задать вам вопрос. Скажите, а вам говорили о том, что история зародилась в Древней Греции? Наверняка говорили на уроках истории в школе. Но надо здесь делать маленькую пометку. История в Древней Греции была не наукой, а литературным жанром. И поэтому все требования к историческим трудам были как к художественным произведениям. Что для нас это означает? А это означает, что красиво написанному тексту вращалась неточность в описании событий. И в таком ключе история существовала до XIX века. Она была именно литературным векем. Из истории сделали мощнейшее идеологическое оружие. Истории делались в угоду сиюминутных политических целей. И сегодня мы вам представим немогые свидетели тех событий. Перед вами учебное пособие по истории казахской СССР. Учебное пособие предназначено для 9-11 классов школ Казахстана. Автор учебного пособия Ермухан Гагмаханов. Обратите внимание на толщину этой книги. За три года ученики должны были пройти историю Казахстана от древнейших времен и до XX века. В этой книге 174 страницы. Естественно, очень многие интереснейшие исторические эпохи были сильно сокращены. Вот, к примеру, вы все знаете сакский период. История сакских племен отличается своей невероятной самобытностью, богатством материальной культуры, которая осталась на территории Казахстана. И этому периоду посвящено чуть-чуть больше одной страницы. Или, к примеру, традиции и обычаи казахского народа. Посмотрите, здесь всего 20 строк, которые описывают традиции и обычаи. Конечно, подобная ситуация была не только в Казахстане. Подобная ситуация была по всему Советскому Союзу. К сожалению, истории многовековые, истории многих народов были оттеснены на задний план. Потому что советский человек должен был знать историю, начиная с Октябрьской революции. И все, что изучалось и до нее, и после, изучалось исключительно сквозь призму учения марксизма, ленинизма. Естественно, были ученые, которые противились такому подходу. Они пытались писать об истории так, как это должны делать ученые. Беспристрастно. Автор этого учебника, Ермухан Бекмаханович Бекмаханов, был одним из таких ученых. В своей книге «Казахстан в 20-40-е годы XIX века», изданной в 1948 году, он посмел назвать восстание Кенесары Косымова не феодально-монархическим, а национально-освободительным. Как итог, несколько лет преследований. А в 1952 году приговор. 25 лет тюрьмы. К счастью, для Ермухана Бекмаханова, в 1954 году он был освобожден и реабилитирован. Вот только урок был ему свой. И не только им, но и другими учеными. К счастью, сейчас «Казахстан» стал независимым. И мы можем вновь изучать свою историю. И в конце сегодняшнего рассказа хочется привести слова президента Республики Казахстана 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 Жеморту Токаева. Историей должны заниматься историки, а не политики. Согласитесь, прекрасные слова. Ну а на сегодня все. Спасибо за ваше внимание и до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!